всем привет ребятушки сегодня как я и обещал продолжение видео ролика про новый компьютер который я собрал настроил и сейчас немножечко потестируем погоняем под тестиками ну и как собрал я думаю вы видите красота подсветка смотрится неплохо вот этих вот режимов работы ну там их больше десятка как светится прикольно в темноте но сейчас давайте потестим включаю компьютер интересно подхватит ли через hdmi выход или нет о что-то пошло ну тогда засекаем время включения очень быстро грузится прям прям вот очень быстро ну собственно говоря готова все загрузился и так процессор у нас ну вы видите разин с 7 5800 x 4 800 4 8 гигагерца он работает как я понимаю в бусти данный момент скорее всего 36 либо 38 до 3800 сейчас вы сами видите сколько ядер у него так что касается вот этой вот таблички сбоку ну я вывод для себя чтобы смотреть первое сколько живет проц в данный момент вот меньше 20 ватт и графический процессор десяточку кушает но как только мы его нагрузим соответственно он начнет кушать больше тест стабильности системы сам простой способ нагрузить проц ну и видяху в том числе хотя видяха скорее всего не на все сто процентов но тем не менее проверяем что у нас будет с температурами несколько минут пускай пожужжит так на процессоре кулер пока что 1000 вот пошло обороты пошли ну температура на цепи сразу бах 80 до как вам прыжок с 30 до 80 ну вообще конечно я уже проверял 90 будет чуть больше даже но стоит прекратить тестирование и температура мгновенно падает опять до температуры как в комнате уж не знаю в чем причина то ли очень очень мощный проц и он так греется то ли датчики в это внутренние потому что если рукой попробовать радиатор он холодный так почти до 90 добралась температура на центральном процессоре но видяха стабилизировалась около 60 чуть меньше теперь что у нас давайте тестик сделаем бенчмарк до оператив очка память поехали я думаю цифры ки вам прекрасно видны неплохо очень даже все в порядке со скоростью идем дальше в верхнем правом углу вы собственно говоря и видите да какая температура графического процессора на сколько он загружен ну и потребление в батах то есть вот 170 ватт я увижу да ну и количество кадров в секунду 130 в среднем как по мне зашибись и до температура если вы даже долго ждать но она поднимается где-то до 65 по крайней мере здесь своем помещении выше я данных не видел 65 градусов просто в комнате которая сейчас я вот маечки сижу мне жарко что касается у нас скорости собственно говоря ssd можно проверить она будет больше 500 мегабайт секунду давайте на всякий случай тоже проверим итак что у нас с результатами собственно говоря данный ssd накопитель соответствует своим паспортным значением то есть там написано 500 мегабайт вот он чтение запись может 500 мегабайт вполне шустренький так но сейчас мы приступаем к тестированию на играх я думаю стоит начать с кармагеддон чека игрушка если не ошибаюсь 2016 года выпуска настройках выкрутил все в максимум то есть все 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 частота больше 60 здесь поставить нельзя синхронизацию я выключил если включить то будет ограничен чистотой моего телевизора данный момент все так телеку потому что подключено соответственно либо 60 кадров либо больше но почему-то вот 125 она встала колом и все и так понимаю что все рисуется гораздо выше кадров может выдавать эта видеокарта и этот процессор вот просто ограничение по игре неважно 125 все больше мы тут не увидим потому что вот 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 так вот так что у нас старт давайте покатаемся напоминаю full hd настройки все на максималке и все летает игра номер два серьезно сэм но эта игрушка по новее я не помню по моему то ли 2020 год то ли 21 не уверен так давайте для начала посмотрим настройки графики по весь экран высокая 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 вот он пожалуйста на ультрах то есть все на максимал очках все в ультра настройках так что касается у нас кадра в секунду но вы видите да опять же верхнем правом углу первая цифра напоминаю это температура графического процессора потом идет в процентах загрузка его ну соответственно потребление в ватт самая нижняя строчка это кадры в секунду здесь есть бенчмарк я думаю мы на нем и проверим так длительность пускай будет минута посмотрим что у нас будет к слову сказать данная игрушка не на ssd накипители установлена на обычном hdd поэтому в плане времени загрузки не очень быстро происходит если на ssd перенести туда загружается немножко побыстрее ну что понеслась 125 119 120 в любом случае больше 100 кадров в секунду на ультра настройках full hd разрешение ну собственно говоря вот с левой стороны тоже самое так понимаю самой игры тоже есть 111 отличные результаты вот игрушки если вы не играли есть сцены в которых этих всяких монстров начинает валить там сотнями и просто некоторые компьютеры не справляются начинает все тупить здесь все замечательно осталось запустить еще один тест которым не интересовал больше всего а именно с какой скоростью он будет рендерить видео а теперь проверим собственно говоря рендер видео я выбрал 20 минутный до 20 минут проект мой компьютер у меня восьмиядерный mdfx рендерит там один к одному ну грубо говоря час видео рендерится за час по времени сейчас проверим как райзен 7 с этим делом справится скорость я поставлю те же самые настройки которые я использую в своих проектах так 6000 до аудио 44 256 готово так да мы посмотрим за сколько он извиняюсь и когда мышкой класса микрофон свету ловит и когда кнопки нажимаем тоже бывает так поехали мы посмотрим судя потому что я вижу сейчас скорость точно выше чем один к одному посмотрите на кадры как все летает хренеть короче как дойдет до конца мы посмотрим о кувер завелся пошла нагрузка на проц до рендерится сейчас исключительно за счет процессора можно конечно проверить еще с nv энкодером то есть за счет видеокарты будет еще немножко быстрее но качество картинки нравится именно вот таким вот таким кодеком ну очень быстро так ребятушки рендер по сути завершён 737 20 минутное видео замечательный результат ну как минимум один к трем он хреначи то есть часовое видео значит он будет переживать за 20 минут приблизительно обалденный результат просто вытягивает все то я забыл еще показать я забыл показать как выглядит bios в этой материн очки все красное и белое красота да 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 биосы отличаются например у меня на материнке по-другому все выглядит но до хренища всего настраивать можно много чего вот кстати что я нашел на пор лет это то что влияет на кнопочку кнопочка которая включается можно изменить он двойным цветом сейчас проверим то это я не проверял так интегрирование железо так сата есть контроль звука включен вай-фай включается выключается прочее 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 короче я быстренько пройдусь и покажу вам что тут есть хотя думал он то неинтересно да если нужно загрузить старую винду вместо уэфи нужно выбрать вот это вот ксм тогда можно загружать скажем windows 7 допустим или в бунту так что здесь он даже присутствует встроенный тест на ssd не чек забавно разгон хотите разгон нет мы не хотим мы не будем соглашаться это для любителей разгонять так что надеюсь было разгонов никаких не имеется все штатно профиль оперативки имеется если сейчас этот профиль отключить то оперативка будет не на 3000 если не ошибаюсь будет на 2400 пока не проверял было 2400 все профиль оставляем не трогаем но можно и вручную поразгонять кому это нужно хотя на опыте могу сказать что проверял разгон оперативки не дает ни чего абсолютно разгон процессора дает обычно с поднятием небольшим вольтажа разгон оперативки не дает ни хрена так что у нас здесь профиль есть все есть ну все больше показывать нечего монитор посмотрим что у нас тут рисует он красота куча бьется как бьется современный для любой материнки все ребятки на этом завершаем все всем пока